Здравствуйте! С вами Николай Ухин. Сегодня мы поговорим о профилактике правонарушений. На мои вопросы ответит депутат Норильского городского совета и руководитель совета профилактики правонарушений района Кайркан Геннадий Енчик. Геннадий Геннадьевич, здравствуйте! Добрый день! Геннадий Геннадьевич, несколько лет назад в муниципальном образовании город Норильск были созданы советы профилактики. Давайте немного поговорим о истории их создания. Для чего они были созданы? Основная задача, которая стояла перед советами профилактики, это предупреждение правонарушений как таковых. Потому что наверняка в то время по анализу ситуации в Норильске в целом и в районе Кайркан и в районе Толнах скорее всего было увеличение вот этих правонарушений, которых можно в принципе было избежать, если бы более четко работала система профилактики. Хотя могу сказать, что система профилактики в Норильске достаточно серьезная работа. Это всех институтов, но как таковой координации этих институтов наверное не было. И вот глава города принял такое решение о том, что такие советы необходимы, чтобы улучшить ситуацию с правонарушениями, с их предупреждением. И могу сказать, что еще задолго до этого такие попытки были. Я помню был заместитель главы города Норильска, это Гусева, она как раз вот Ольга Михайловна возглавляла вот те первичные попытки вот создания таких советов. Как раз, я помню, мы как раз ходили дежурить выходные дни, выходили к людям, которые гуляли, иногда уже прямо видимо нарушали. Допустим, вот как сейчас помню, семья, молодая семья, лет 30 мамочки, лет 35 папочки, и рядом двое детей, там 3-5 лет, и они спокойно сидят на улице, распивают пиво, возможно, и спиртные напитки, курят. Ну, естественно, вокруг них как бы люди. С одной стороны, вроде бы ничего такого не располагает каким-то нарушением, но уже одно вот то, что распитие спиртных напитков при детях такого возраста, это уже само по себе нарушение. И вот профилактика таких вот вещей, наверное, и побудила создать вот эти советы. Так сказать, есть предыстория, есть сами советы. Вот уже более продуктивная работа началась, когда вот было издано главой города положение о таких советах. Я тогда занимал пост заместителя главы города Норильска по району Каракан, и посмотрев положение, понимая, что это достаточно серьезная задача, и согласился, когда было предложено возглавить этот совет, посмотреть, что из этого получится. Из этого сделал выжимку, какие цели должен перед собой поставить совет, и какие из этих целей, какие задачи будут стоять перед советом. Вот сделал на одном листочке такую выкладку из общего положения, где в основном поставили, ну, грубо говоря, две задачи. Это, естественно, предупреждение правонарушений, и основная еще задача, это, как я уже говорил, это оказание своевременной квалифицированной помощи людям, которые попали в жизненную вот трудную ситуацию. Там социальная ли это ситуация, либо это в школе, потому что частенько в нее попадают подростки именно от незнания различных положений и не могут понять, к чему это может привести. Вот такие разъяснения. Ну, вот нам удалось в Каркане очень сильно объединить вот эти все институты, которые связаны с правонарушениями. Это отдел полиции, это центр занятости, это центр семьи Норильской, который работает в том числе с детьми. Это органы опеки, это административная комиссия, которая уже принимает решения, ну, как сказать, последствия тех нарушений, которые, ну, происходят на территории. И вот это было начало нашей работы в 15-м году. Получалось так, что мы могли, в те времена еще не было пандемии, были возможности, мы проводили наши советы не только в каких-то кабинетах, только члены совета. Мы выходили в школы, мы выходили на предприятия. Были это, как они назывались, открытые заседания совета с привлечением, ну, допустим, в школах это школьники, это педагогические составы. Поэтому очень много вопросов предупреждающих, мы как бы проводили вот эту профилактику. К сожалению, вот последующие годы, это вот 18-19-е года, когда вот начало пандемии, вот эта часть, основная часть нашей как бы работы, ну, к сожалению, сошла на нет. Ну, больше распространялись в социальных сетях через средства массовой информации. Хотя, к сожалению, сегодня вот читают газеты, где у нас была возможность выходить, к сожалению, не так много. Больше по соцсетям. Ну, а теперь расскажите, пожалуйста, кто входит в состав совета района Кыркан? Это как раз вот, как я и говорил, те люди, которые представляют различные социальные институты, которые работают в системе профилактики правонарушения. Это, как я уже сказал, представители отдела полиции номер 3 по району Кыркан, это представители центра занятости, центра семьи Норильской, управления социальной политикой. Это, ну, в принципе, это всех не перечисли. Это из управления культуры у нас есть представители, потому что с детьми, ну, как, помимо профилактики правонарушений, еще надо проводить какие-то мероприятия, которые проходят в Кыркане, и где они могли бы посмотреть, ну, какие культурные мероприятия проходят в городе. Вы уже затронули эту тему, давайте поподробнее поговорим. Вы стояли у истоков создания Советов. Как так получилось, что вы стали председателем одного из них? Ну, как я говорил, когда глава рассказывал о своей, как бы, задумке и вот этих, обсуждали положения, он говорит, нужно постараться организовать. Ну, как говорит, кто лучше организует, если не сам. Поэтому хотелось посмотреть, проверить на деле, как это будет выглядеть, потому что многие сомневались, не будет ли это дублированием, ну, допустим, административной комиссии, допустим, управления социальной политикой, которая в этом плане занимается. Но я еще раз говорю, основная задача – это координация вот этих институтов и выяснение причин каких-то правонарушений, если они имеют какой-то общий характер, принятие решения, ведь дай рекомендации, потому что решение Совета – это носит рекомендательный характер. Но, тем не менее, многие рекомендации наши хорошо выслушивались и принимались. Я могу сказать, вот рекомендация была в то время очень много в Каркане было павильонов, и вот правонарушения были какого порядка? Это и продажа спиртного детям, и сигарет, и воровства. Кстати, было очень много. И вот по профилактике, когда мы проводили встречи с предпринимателями, мы как бы рекомендовали им установить видеонаблюдение, чтобы вот пресекать на корню такие вещи. И что удивительно, буквально через год-два, когда они были установлены, и на сегодняшний день практически во всех, кроме, по-моему, двух-трех, которые ярые противники такого установления наблюдения, дало свои плоды. Сегодня вот таких вещей нет. И вообще я считаю, что по Каркан, по видеонаблюдению, сегодня занимает одно из ведущих мест, одна из управляющих компаний, где, кстати, я тоже работал, поставила видеонаблюдение практически на все дома. Но там было связано маленько с другой историей. Там нарушали не жители, а организации, которые хотели бы... Мы хотели бы видеть, как эта организация работает, которая зашла к нам на территорию. Но, тем не менее, это способствовало... Вот органы полиции очень часто обращались в эту управляющую компанию и пользовались вот услугами вот этого видеонаблюдения. Это тоже давало свои результаты. Они всегда с благодарностью относились к этим вещам. По итогам конкурса лучший совет профилактики муниципального образования город Норильск по итогам 2021 года лучшим стал именно ваш совет. Возглавляем вами. Расскажите, чего удалось добиться в 2021 году? Ну, могу без ложной скромности сказать, что это не первое наше место. Практически с начала работы всех советов Норильски мы каждый год занимали первое место. Ну, это благодаря, наверное, тому, что вот я сам согласился возглавить этот совет и имея большой опыт организационной работы. Плюс те люди, которые входили в состав совета, прониклись теми задачами и теми целями, которые ставил глава. И я думаю, вот это все как бы сложилось. И у нас очень, как сказать, по цифрам. Хотя цифры не всегда говорят о той работе. Даже вот я всегда сторонник того, что даже если ты одному человеку помог, это уже стопроцентная победа с одним человеком. Можете рассказать, как и где вы отчитываетесь о проделанной работе? Есть центральный совет по профилактике нарушений. Это непосредственно при главе города, который возглавляет один из его заместителей. Это Тимофеев Николай Анатольевич, который тоже имеет очень большой опыт практической работы, так как он работал в органах, которые, ну, пресекали эти правонарушения. Поэтому вот этот совет, он как бы координирует уже работу наших советов. Он как раз рассматривает те вопросы, которые уже не в компетенции, допустим, наши, а причины гораздо глубже. Вот этот совет рассматривает и выносит на главу те или иные решения. Можете рассказать, как часто вы собираетесь составом совета? Либо у вас налажена связь как-то онлайн, может быть? Онлайн налажено, но такой системной работы в соцсетях не совсем получается, потому что вот в последнее время большая смена людей. Меняются должности, меняются, кто-то уходит, кто-то уезжает. Ну, это, к сожалению, наша, ну, норильская специфика таких вот вещей. Поэтому соцсетями достаточно трудно, хотя у нас есть свой, как бы, аккаунт. Но, тем не менее, мы больше работаем все-таки при встречах. Согласно положению, мы не менее четырех раз в год должны собираться с советом по разным вопросам. Приветствуется больше, но, поверьте, люди не освобожденные от основной работы. Поверьте, это достаточно сложно. Можете рассказать, какие планы у совета профилактики на этот год? Поверьте, мы больших каких-то розовых планов не строим. Есть определенные, вот как я уже сказал, вот мы выработали определенные цели, поставили на основании этих целей задачи, и мы планы включаем. А вот уже, когда в поле зрения попадает что-то конкретное, не впадающее, допустим, ни в цели, ни в задачи, мы тогда расширяем. Потому что, действительно, специалистов у нас в совете достаточно, которые могут принять рекомендации, ну, какие-то рекомендации, какие-то действия на самостоятельном уровне. Поэтому я считаю, что вот радужных планов делать не надо. Потому что каждая семья, каждый человек – это своя определенная атмосфера. И говорить о том, что мы каждому поможем – нет. Иногда человек загоняет, к сожалению, себя сам. Вот, помимо того, что есть, ну, будем говорить, такие, так сказать, петли, которые созданы нами властью, к сожалению, вот бывают такие случаи. Еще вот последний пример могу сказать. Вот сейчас мы… Центральная комиссия поручила понаблюдать одного человека, который освободился из мест лишения свободы. А у него, как было, пока он провел, проводил в местах лишения свободы, было продано жилье. И получилась такая идея. Чтобы устроиться на работу, ему нужна регистрация по месту проживания. А ее нет, поэтому устроиться на работу он не может. А чтобы зарегистрироваться, ему нужна работа. Вот этот вот замкнутый круг, к сожалению, ну, если человек хочет, его всегда можно развивать. Вот сейчас мы стараемся оказать помощь по трудоустройству. Уже, как бы, ему предложено место работы. Сейчас посмотрим с его проживанием. Может, к сожалению, вот сейчас с общежитиями у нас напряженно. По идее бы таких людей, вот по трудно жизненной ситуации, мы раньше определяли бы в общежитии. Ну, поработаем с жилфондом, посмотрим, тем более, вот на последней сессии у нас было изменение, что коммерческий найм перейдет практически в маневренный фонд, и как раз будет выделяться людям по трудной жизненной ситуации. Поэтому вот здесь мы посмотрим, съезжу в жилфонд, посмотрим, переговорим. Может, здесь удастся помочь человеку. И тогда он вот выйдет из этого круга, как, с одной стороны, вот мы когда заслушивали его на совете, на первый взгляд кажется, что человек действительно хочет вырваться вот из того, из той атмосферы, в которую он в свое время попал. Наша задача только помочь. Строить планы, что, допустим, к нам должны прийти 10-20 человек, лучше не надо. Пришел один, помогли, это уже хорошо. Пришло 10, будем помогать десятерым. А вот строить планы, допустим, хочу, чтобы 20 пришло. Нет, лучше, наверное, не надо. Поэтому вот из тех целей, как я уже сказал, и тех задач, которые мы ставим перед советом, я думаю, вполне этого достаточно. Самое главное, опять же, профилактика, это рассказы, это пояснение, к чему приводит правонарушение. Это вот основная задача. Геннадий Геннадьевич, спасибо большое за предоставленную информацию. В эфире была программа «Интервью». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова